Граждане спрашивают, да, потому что людей интересуют, как обычно, сами знаете, конкретные вопросы. Мне даже прислали вопрос очень интересный. Почему в конце, когда в конце концов это все закончится, когда пятая колонна повесит Путина, или наоборот он ее повесит? Ответьте, пожалуйста. Когда закончится, по срокам? В конце концов, имеется в виду, когда люди смогут спокойно, нормально жить. Вопрос-то, вроде вы говорите такой, как вы сказали, простой, да, на самом деле вопрос очень глубокий. Когда люди смогут спокойно жить? Два варианта, как всегда в истории, и теоретически. Первый вопрос, когда они попадут на кладбище в силу предательства своей родины, и, соответственно, там уже их не будет ничего беспокоить. И второй вариант, произойдет национальная мобилизация на принципах национально-освободительного движения, и оккупанты будут сброшены, и тогда люди будут спокойно жить. Вот два варианта на выбор. Объясняю, почему есть вероятность первого варианта, и такая довольно высокая. Потому что в мире главный принцип существования нации и государства, это принцип конкурентной борьбы. И он был всегда. И если вы обратите внимание, просто по России можно график проводить этой конкурентной борьбы внутри страны. И эта конкурентная борьба шла обязательно через механизм предательства. Что такое предательство? Я, чтобы никто не обижался на жесткие слова, я говорю как политик, политтехнолог, если хотите, который рассказывает вещи, неважно в какой стране они происходят. Немножко теоретически такое вещь. То есть это, когда вы решили предать, например, свою семью, перестали ее защищать, и ваша семья была поглощена другими. Например, особенно это хорошо видно на более поздних, ранних веках, когда просто ее уничтожали и все, разбирали. Детей разбирали, жен разбирали, мужчин убивали. Потом, конечно, это стало мягче, но логика такая же осталась. То же самое национальная вещь. Если в нации созревает слишком большое количество людей-предателей, которые готовы нацию предать, эта нация подлежит ликвидации. Для России это будет ликвидация, уже понятно, расчленение на ряд территорий, мощная внутренняя при этом война и сокращение населения приблизительно на три четверти, как, собственно говоря, наши враги-конкуренты такую задачу и ставят. И ставили и при Гитлере, и сейчас ставят при Обаме, и публично об этом говорят, и ставили и ранее. То есть это обычная стандартная ситуация. Если ты потерял чувство самосохранения, которое у человека реализуется через национальное единство и защиту своей нации от других конкурентных наций, то эта нация подлежит ликвидации. Можно прямо по России это видеть. Как только снизился уровень чувства самосохранения и, как иногда говорят, патриотизма, так 1600-е годы колоссальное падение, как вы говорите, когда люди будут хорошо жить. Половина населения погибла в результате вот этих войн, разборок и так далее. Произошла колоссальная деградация уровня жизни, материальные компоненты, всего-всего-всего. Это привело к восстановлению понимания, что уничтожение нации приведет к уничтожению семьи и человека. И градус патриотов поднялся, возникло движение Минина и Пожарского, которое освободило родину. Но при этом половина жителей страны потерялись за эти десятки лет, то, что называется смутой. Или, например, та же ситуация 1917 года. Возникло отрицание инстинкта самосохранения. То есть возникло желание предать свою страну массовое. Это предательство было. Братания на фронтах, отказ. То, что проводил политику Ленин. Понятно, что эта политика извне проводилась. Но внутри народа, внутри страны, она реализовалась как политика тотального предательства национальных интересов и своей страны. Это привело к существенному сокращению территории государства. Это привело к гражданской войне, то есть физическому вырезанию, по разным оценкам, за 10 миллионов точно людей, голоду, голодоморам и всему остальному. То есть отказ от инстинкта самосохранения, это как у животных. Если животное теряет инстинкт самосохранения, его съедают тут же мгновенно. Или оно падает в овраг, потому что не очень внимательно смотрит, идет по краю оврага и не обращает внимания. То есть это вещь под названием чисто падение инстинкта. Здесь произошло сокращение падения инстинкта самохранения русских. Они были вырезаны, уничтожены, расчленены. В результате колоссальных национальных потерь гражданской войны и после 1917-1919 годов инстинкт самосохранения восстановился. То есть остальные не захотели умирать, оставшиеся. Ну, логично. То есть это их пробило у них сознание, и они поняли, что защита нации есть защита тебя лично. А если ты хочешь покончить жизнь с суицидом, то необязательно для этого затевать гражданскую войну. Тихо, пойди и удавись. Это люди сообразили. Произошло восстановление инстинкта самосохранения. И, соответственно, патриотизма, и Великую Отечественную войну не сразу, но это сработало. То есть отбили врага. Дальше опять произошло падение инстинкта самосохранения. И, извините за какие-то циничные слова. На сегодняшний день мы имеем низкую степень инстинкта самосохранения в России. Я это называю, и вообще исторически это называется массовое предательство. Вообще предательство людей. Нация предала себя. Народ предал Россию. Народ предал русских как нацию, как этнос. Соответственно, это предательство вырезалось в отсутствии поддержки страны 1991 года. В решении о колониальном статусе страны 1993 года, когда большинство граждан поставили галочку под документом о учреждении в стране колониального внешнего управления под названием Российская Конституция, проявляется это и сейчас. Проявляется в том, что недостаточно людей идет защищать свое отечество, идет в систему НОДА, не в нашу систему штабов НОДА, а просто в систему НОДА. То есть это явная налицо потеря инстинкта самосохранения. Нации, у которых такое падение не произошло, может у них тоже свои проблемы, но такого падения не произошло, они, естественно, пользуются этой исторической возможностью для того, чтобы решить проблему русского народа и русской нации вообще. И они ее решают. И события на Украине, события в России, это есть форма решения исторической конкурентной проблемы противостояния российской нации с другими конкурентами и конкурентами между собой. Потому что все друг с другом в мире конкурируют, в том числе военным путем. Война это форма конкуренции. Когда это кончится, ну вот для этих людей, которые так задают, есть самый простой способ. Не мучиться, просто пойти удавиться. Один вариант. Сразу все проблемы, поверьте, будут решены. То есть это задает вопрос люди, которые не хотят ничего решать. Они не хотят жить. Либо они не понимают, что не хотят жить. Может быть они это не понимают. Они хотят просто жить спокойно. Так не бывает. Вы платили зарплату. Так не бывает. Они не будут просто спокойно жить. Потому что невозможно. Вот может в лесу заяц просто спокойно жить? Не может. Потому что волки, потому что надо искать еду, потому что надо бороться за свою жизнь. Они просто потеряли инстинкт самосохранения. Они потеряли понимание, что в жизни надо бороться, чтобы жить. Вот человек родился, его одно время прикрывают родители. Это называется семья. А дальше он сам борется за жизнь себя и своего рода. И своей семьи, и своего рода, и своей нации. Конкурируют внутри нации за карьеру и так далее. А вместе с другими русскими борются за защиту себя и всей нации. Потому что это единая система защиты. И форма этой защиты создание государства. Потому что государство имеет вооруженные силы и более лучшие институты защиты. Раньше, когда государств не было, это была прямая форма конкуренции. Одно племя конкурировало с другим. Победитель уничтожал побежденного. Сегодня есть государственная машина, которая на более высоком уровне. Поэтому сегодня уровень системы конкуренции нации реализуется через государственную политику. В том числе через военные компоненты. В том числе через ядерное оружие, которое создали наши предки для целой и конкурентной борьбы. Вот такого масштаба ядерного оружия в мире немного. 6-7 государств. У нас задел для борьбы достаточный. Нет желания народа бороться за себя, за свою жизнь, за свое существование. А если у тебя нет желания у народа бороться за свое существование, как в 17-м году, как в начале 41-го, там частично мы наблюдали такие вещи, значит этот народ подлежит ликвидации. Но это очевидная вещь. Она работает всегда. То есть люди, как и животные, потерявшие инстинкт самосохранения, в том числе сложная организация инстинкта через государственное строительство и конкуренцию государств, они обречены на ликвидацию личную. Поэтому я говорю, те люди, которые задают этот вопрос, они задают вопрос, мне умереть сейчас или потом? Вот я их вопрос так расшифровываю. Может я не прав? Я думаю, что они не поймут, мне умереть сейчас или потом. Нет, может они и не поймут, но это их личное дело. Они задают вопрос, мне сейчас умереть? Немедленно, чтобы не мучиться. То есть получается это люди, которые не готовы защищать свою родину, может быть не понимают, не проснулись. У них потерялся инстинкт самосохранения, они подлежат ликвидации, как нация. И ждут, когда за них кто-то что-то решит. Этот кто-то, если это не они, то за это решит их иностранный конкурент, который использует их для своего развития. Он их скушает. Ну вообще, да, логично. И государство скушает, и его скушает. И мало того, как только мир стоит американцам решить проблему России, резко усилится мировая вообще колониальная эксплуатация. То есть практически американцы после этого пойдут по пути восстановления колониального, не просто колониального мира, а рабовладельческого колониального мира, который был до этого. То есть откроется история предыдущего уровня. То есть если сейчас они не могут пойти на вот эти методы из рабовладельческого уровня своего государственного строительства, потому что существует все-таки еще какая-то конкуренция, хоть и однополярный мир, то когда все враги будут убраны, то это будет в чистом виде римская рабовладельческая империя. Потому что человечество сегодняшнее ничем не отличается от человечества 2000-летней давности. С точки зрения технологии решения, идеологии, психологии. Поэтому сегодня Россия, нет тех, что она выпендривается, она удерживает мир от отката в рабовладельческое состояние. Просто удерживает. Как стоит победить Россию, но Европа и Америка просто раздавят и все. И сразу саму Европу переведут в колониальный статус. Сейчас этого нет. Сейчас Европа вассалы, но не колония. А уничтожение Соединенными Штатами Америки России, которое они начали, мы это видим, через Украину, началось наступление России, приведет к тому, что Европа выходит в категорию, тех самых недоразвитых наций. Это может быть не сразу. Может быть немцы будут еще пока некоторое время союзниками, англичане, а другие уйдут. А может быть и сразу. У американцев не будет. Как только у американцев исчезнет противодействие системы, а основа противодействия это российский, пока дух сопротивления, как это не продакция, хотя Россия колония, все Европа кончит, это очевидные вещи. Европейцы это тоже понимают. Но только у них этот инстинкт был уничтожен в предыдущих войнах, особенно во Вторую мировую войну. Но если вас вырезают по принципу патриотизма, вырезают уже патриотов вначале, правильно? Значит, естественно, число патриотов снижается, правильно? Значит, и в целом потенциал нации с точки зрения его чувства самосохранения и инстинкта самосохранения тоже снижается. Но это вот форма борьбы. Пока он опять восстановится, может несколько поколений должно пройти. Причем в борьбе поколений пройти, отбора тех, кто держится за свою страну и как бы сплоченно действует, он получает дополнительные шансы на выживание за счет того, что они вместе. За счет того, что коллективно хищники же они тоже не вырывают тех, кто держит круг, как говорится. Они берут все-таки кто послабее. А послабее это как раз антипатриоты. То есть те, которые потеряли инстинкт самосохранения, а гуляют по лесу, не понимают, что происходит. Подожди, я бы дополнил. Люди, которые спрашивают. С одной стороны, я их понимаю, что они просто хотят жить спокойно. С другой стороны, они просто снимают себе ответственность. Они хотят снять. Вот просто, просто. Я живу, как бы, и все. Это получается человеку без разницы. Будет это Россия, или это Амельница, или еще кто-то. Ну, овощи, я бы так не говорил. С точки зрения патриотизма, это овощи. С точки зрения патриотизма и политической конструкции, это овощи. То есть он думает, что... Кого не коснется. Да, но это глупость так думать. То есть это и есть овощное свойство. Человек не понимает взаимосвязи явлений. Он отошел от картины мира, реальной, которая существует, и которую его, например, дед и прадед отлично понимал. Поэтому дрались до конца. Он уже от этого отошел. Он как бы думает, что мои предки были неправы. То есть вот они тысячи лет были правы, а вот я такой умный, я теперь правее их. Так не бывает. Значит, фактически это означает потеря инстинкта самосохранения. Это суицид. Форма суицида. И нации, и человека. Другое дело, что этот суицид конкретного человека тянет за собой всю нацию. Но это отдельный разговор. Продолжение следует.